Чем закончилась жесткая посадка посреди пляжа в Португалии? Сколько платит НАСА за спасение мира? И за что американского школьника пригласили в Белый дом? Об этом и не только в нашем обзоре. Экстренная посадка на пляже в Португалии. Легкомоторный самолет приземлился на курортном побережье недалеко от Лиссабона. В тот момент там отдыхали люди. Когда машина стала резко снижаться, они начали убегать, но успели не все. Под колесами самолета погибли двое. А вот люди на борту, мужчина и женщина, не пострадали. Причина аварийной посадки – технические неполадки, какие именно выясняет полиция. НАСА ищет защитника человечества. В аэрокосмическом управлении открылась вакансия офицера по планетарной защите. Он должен оборонять Землю от чужеродных бактерий из космоса. Должность существует с 1967-го. Контракт предлагают на три года. Предупреждают о частых поездках. Зарплата – 190 тысяч долларов в год. Кандидат должен иметь докторскую степень по физике или математике. Написал президенту и получил ответ. В США 11-летнего мальчика пригласили в Белый дом. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс. Для школьника Фрэнка проведет экскурсию штатный садовник. Дело в том, что в письме мальчик написал – хочет подстричь газон возле Белого дома и показать, на что способны юные граждане. Инициативу поддержали. Масштабный перформанс устроили фанаты Варшавской легии во время матча против Астаны. Вспомнили 73-ю годовщину Варшавского восстания. Трибуну превратили в гигантский флаг Польши с цифрой 1944. Также вывесили баннер с изображением нациста, приставившего пистолет к голове ребенка. Во время Варшавского восстания были убиты 160 тысяч человек. Погибло много детей. Автомобиль-амфибию представил изобретатель из Чехии Роберт Шубек. Мерседес-спринтер он переоборудовал в фургон, способный ездить как по суше, так и по воде. Сварочные работы проводил собственноручно. В транспорте 12 пассажирских мест Шубек планирует перевозить на своем вездеходе туристов. Будет показывать красоты чешской природы. Ламборджини Диабло из клипа Джейми Роквай выставили на торги. Стоит ярко-фиолетовое авто 730 тысяч долларов. Эта модель выпускалась с 1990 по 2001 годы. Машина стала настолько популярной, что ее образ использовали в видеоиграх. В клипе британской группы Джейми Роквай снимали два Ламборджини. Одна машина разбилась, а вот другая уйдет с молотка. Продолжение следует...